всем привет уже наверно третье или четвертое видео снимаю про кормление собак с каждым видеороликом на моем канале вопросу становится только больше у людей решил снять очередной конкретно уже все рассказать и показать чем кормлю в каких пропорциях сколько собакам нужной еды об этих сегодня вещах поговорим первым делом прошу обратить внимание на состояние собак только не на спаниеле потому что спаниель живет на улице обрастает как дикобраз пути в теплом помещении там у меня возле батареи вода не замерзает но обрастает как черт зиму потом подстригаю весной машинку специально купил все лето потом нормально как зима так опять обрастает как хрен знает кто ну вот погонщик смотрите пченкам 11 месяцев блестят здоровые радостные активные пропорциональные лапы не кривые никакие не рахитов ничего них не было никогда зиму пережили даже будку не занавешивал вдвоем в одной будке прекрасно зимует в сибири что начну готовить вот у меня есть такая бадья литров наверно может на 35 на 40 примерно им хватает вот четыре собаки у меня хватает на трое суток кормежки наши заначка с мясом в природном холодильнике все заморожены жир говяжий внутренний жир беру в обычном магазине где мясом торгуют где где-то легкие где-то пол килограмма на эту водил и вот от легких тоже воде и свиных легких там такие как трахейные трубки что ли жира нет свиного как бы собакам жир свиной говорят нельзя хотя многие кормят пофиг свиньями я лично не кормлю вот легкие вот примерно столько мяса разного на этом мессе бульон варю а потом кашу забыл сказать кашу немного подсаливаю соль от рыбы осталось засолочная на такую бадью горсточку соли лучше едят не пресную не очень собаки любят еду именно супы и там домашнего что-то такое очень хорошо едят поэтому подсаливаю вообще улетает на раз два три у них костями стараюсь не шутить многие говорят там зубы чистит собаки об кости главные собакой с грязными зубами нифига ничего не очистил никогда быть кости но также было случае моего знакомого кавказская овчарка обожралась позвонков говяжьих не смогла опростать свой кишечник и от этого сдохла еще был случай собака тоже у нас одногончая от кости сломала зуб а потом всю жизнь с больным зубом жила так что с костями я особо не экспериментирую но когда есть там что масол какой-нибудь кинул но не страдают они у меня без костей нормально собачек моих увидели ну вот печка зашкварчала будем варить бульон в котором потом впоследствии станет прекрасным блюдом для собак варил где-то примерно полтора часа во первых кастрюля где-то минут 40 только нагревается потом еще провариваю мясо хорошо и уже дальше варю кашу буду ходить сейчас подкладывать в печку пока это дело варится расскажу вам про каши есть интересная у меня к вам информация ну вот значит смотрите по кашам какая обстановка я видеоролик предыдущий снимал показывал каши для собак завалили меня вопросами где ее взять что за каша такая раньше эта продукция оказывается называлась амбарчик компания делала алтайское производство на алтае делают специальные каши для собак по чистой случайности производители данной каши увидели мой видеоролик и на меня вышли буквально где-то через пару недель после того как видео то вышло ссылочку оставлю вот и сказали что они сменили бренд сейчас это каши называется dog макс у них зарегистрировали они торговую марку свою каши дог макс с ними переговорил они мне прислали ассортимент каш знак благодарности того что я там про них рассказал ну и как бы поддержать собаководство мое вот прислали мне три таких комплекта каш грубо говоря большие мешки 25 килограмм первый второй третий рацион средние мешки это получается по 10 килограмм и вот такие маленькие пласт пластиковых пакетах тоже производит ну совсем для домашних питомцев так скажем в чем разница между этими кашами здесь разная зерна смесь вот первый рацион крупа ячневая овсяные хлопья крупа пшеничная семена льна зерна смесь рацион номер два рис шлифованный овсяные хлопья макаронные изделия семена льна третий рацион вот гречневая крупа овсяные хлопья пшеничная шлифованные семена льна по моему опыту я кормил ну покупал в обычном магазине у нас привозили еще старую их продукцию этот амбарчик первый рацион самый дешевый хорошо его собаки едят 2 рацион не очень собаки вы мои личные я 3 рацион тоже хорошо из-за гречки вообще любит почему второй рацион плоховато он склеивается за счет того что макароны изделия лапша с рисом такое получается липкая смесь и как бы не очень ну вот первый третий номер самый самолет как говорится еще мне вот знак дружбы прислали две такие чашки с моим логотипом канала без кличками собак шуга и шумка догмакс две миски спасибо порадовали за хохотал когда коробку открыл ну вот в общем вот такие вот каши найти эту компанию можно на сайте ссылочку я оставлю у них сайт есть и также на marketplace планируют они развить свои продажи то есть на зоне на вайлберис таких площадках на зоне уже эти каши присутствует так что если что смотрите там кашу догмакс вот мне на мое варева пол ведра 15 литрового надо вот посмотрите что тут есть здесь вот тоже вижу лапша и рис попробую этот второй номер сварить очередной раз первым номером основном себя кормлю сейчас вот второй рацион семена льна но обычная зерна смесь раньше в 90-х годах вообще собак кормили комбикорм запаривали с мясом там с хлебом да со всякой фигней это еще за них вообще шик такие каши да на таком месте вот такие вот ничего никакой химии натурпродукт зерна вот минут 10-15 каша будет вариться потом уберу с огня и поставлю томится где-то минут 30 просто она настоится распариться пропариться провариться он уже в принципе будет вареная настояться до все потом служае можно кормить горячими кашами не кормлю вообще горячая еду собаки не очень приветствует может обжечь поэтому горячим не кормить теплой температуры комнатной еще немного расскажу почему я перешел на варево раньше у меня был опыт кормления собак просто одними сухими кормами не принято было конечно сухими кормами кормить но бывая ситуация у меня был алабай среднеазиатская обчарка щенок и к двум месяцам я вместе взял двум месяцам у него лапа он на культях начал прям ходить вот на этих местах рахит был такая болезнь суставов и вот прям на карачках как дикобраз блин я его пояс идет лечебницу мне там сказали что это нарушен баланс витаминов в организме всех и нужно этого щенка переводить на хороший сухой корм и кормить его несколько месяцев чтобы он восстановился этот баланс у него в организме он поправится зависит это от многих факторов как мне объяснили кормление неправильное матери беременной собак этих щенков неправильное кормление самих щенков в первый месяц ну там с молоком матери всякую в общем витаминов не хватает еще и плюс солнечного света не хватает витамин d вырабатывается у собак когда они находятся под солнечными лучами а там конечно щенки от того чтобы там чумкой не заболели они держатся где-то там в каком-то помещении то есть солнце не видит первые два-три месяца прививки там пока не поставишься дела ну в общем короче говоря вот такой щенок у меня достался один раз и да я его перевел знакомая была девушка ветврач перевел я этого щенка на корм роял камин покупал прям у них сейчас даже помню цена была это был наверно где-то 2010 год может 11 она была за 16 килограмм 2 700 те времена 10 лет назад действительно хороший корм я им кормил 6 месяцев этого щенка у меня прошли у него все лапы тому все нормально ходить нормально там не было у него ни развала ни схождения лап там ни лицом никаким выровнялся он полноценный был кобель такой красивый высокий но чем старше он становился тем дороже стало его кормление вот этим рояль конином тогда еще там что доллар подрос потом я помню этот мешок корма стал стоить 4 700 роял конин 16 килограмм и мне пришлось эту собаку переводить на более дешевый корм алтайского производителя такой корм был назывался деле он сейчас есть я потом много лет всех собак кормил этим кормом деле ну конечно не то пальто уже по сравнению с этим рояль конином но собаки у меня жили никаких там проблем с раз со здоровьем у них не было кормил прям чисто одним кормом все его 2 воды давал но такие были не в теле они худоватый можно сказать вот сейчас когда у меня стало много собак и цены на корм на этот начали расти я начал искать альтернативу и вот перешел на каши на мясо на натуралку посчитал что мне так будет дешевле на самом деле вот рояль конином если кормить тут недавно с товарищем спорили мне нужно будет примерно 60 тысяч в месяц на четырех собак поэтому вообще не вариант на кашах конечно мне все дешевле уходит но и в свете последних событий сейчас многие на рояле цаи на конинец и как бы вот корм вообще не час российского рынка и когда собак еще такой момент переводите на сухой корм с натуралки или там сухого корма на натуралку тут есть ряд моментов нужно как бы если ты с нормальной еды переводишь на сухой корм сначала нужно корм распаренный давать в виде каши его тоже делать там запаривать кипятком кашицу эту как бы кранула не там разветываются и в кашу превращается в перемешку с нормальной едой давать потом постепенно постепенно переводить его на чистый сухой корм многие собаки с трудом переходит там сухой корм вообще не едят тут у меня сейчас даем сухой корм и каши поставь они кашу будут есть корм отдельно не будут я сейчас добавляю подешевле нашел корма главное чтоб они не были с красителем нашел какой-то корм там друг называется покажу конце когда собак будут кормить и я им добавляю вот в кашу еще по черпаку сухого корма в перемешку ну как наполнение такое как для человека хлеб так для них вот еще сухого корма туда также добавляю фито кольцевит витамины то есть ушел я с чисто с кормления кормами сухими и нисколько не пожалел по собакам видно что они в теле они сытые они здоровы энергичные не такое что там жизнедеятельность поддерживается кое-как именно они всего им хватает также если сухого корма переводишь на натур продукты но обычно легче они переходят мы тоже также сначала сухой чуть каши им потом в перемешку сухие потом можно переводить на чисто каши но у меня сколько собак было они сухого корма в лед переходит на нормальную на эту еду и без всяких вот если с такой на сухой туда трудно многие до сих пор вот я сейчас даю отдельно корм они не жрут и два и три дня стоит корма него не притрагиваться вот смотрите какое получается отличное варево для собак сейчас еще маленько покипит до варится и я его оставляю на час на полтора потом следующее включение будет когда буду кормить ну вот дальше процесс кормления каши выложил вечером кормлю до отвала собак утром мера вот маленькие тарелочки как раз мне подойдут для утреннего кормления вот вечером такую здоровую тарелку даю наедаются до отвала таежная тема так собак кормить еще раз повторюсь утром мера вечером до отвала смотреть по собакам летом конечно меньше едят могут вообще день-два ничего не есть это от жары ну в целом вот так вот можете видеть я еще добавил такие вот гранулы сухого корма в кашу корм недорогой вот какой-то еременский завод натуральных кормов 10 килограмм мешок 506 рублей там не помню 700 может и ну вот чё про корм скажу корм не крашеный видно что натуральный какой там состав я уж не знаю но собаки его едят у меня даже не бывает что без каши просто дам когда некогда варить чуть съедали то есть нормальный корм цвет натурального корма типа комбикорма хлеба вот тут такого цвета есть крашеные коммерческие корма такие как чапи педигри шмундигри всякие импортные что могу про них сказать видел однажды я в томске жил таксы вот ведут черную таксу обычно квартирную в ней такая вот как бы на ботинках соль выступает вот у ней по коже такая же полоса идет по шкуре по ее черный ну ладно один раз внимание обратил потом смотрю другие заводчики с такой же таксы идут тоже такая как соль на ботинках цветом спросил когда собаками прогуливались из-за чего они сказали что вот из педигри переводили на чапи вот такая фигня собак не знаю чё там ну короче светлый врачами разговаривал врачи сказали так что есть корма коммерческие химические крашеные которые продаются в сетевых магазинах есть корма натуральные сухие ну вот это на натуральный похож мы собаки едят как бы и нормальный собак видимый ну в общем по черпачку им добавил корма фито кольцевит добавляю для роста ну написано чайная ложка в сутки но я так на глаз вот одному второго пока щенки еще взрослым уже не даю так нормально и вот по капельке рыбьего жира чисто для запашку много его нельзя давать сильно вонять по капельке рыбьего жира вот о чем я говорил рисовая лапшинная каша вот это которая хуже всего мне нравится и собаки плоховато едят она потом как клей склеивается сложно с ней работать ну и вот все это дело разбавляю холодной водой или теплый там когда уже каша отсутствует инсистенция такая типа кашки чтобы не жидко и не не как клейстер сейчас только звонил товарищ мне один тоже гончатник купил такую кашу варить только собаку завел недавно собака дрищет уже играть неделю что делать как варить ну вот показываю как варить 300 может от жидкого от недоваренного от чего угодно ну вот у меня средняя консистенция не нашим не вашим как говорится вот легкая прям целиком шугая пойдет кому что досталось еще гон у меня на другой территории сидит там охранять другую ограду тоже на четверых собак мне такой баре на три дня хватает ну вот смотрите лупят только так для шумка тут вольер делаю году загуляет надо рассаживать будет будку пока еще вместе держу скоро надо будет рассаживать вот шугайчик наяривает кашку с мяском всем все нравится видите какая рожда вольна конечно мясо выбирает кашу первым делом ну а то что дрестуна нет вон покажут подваливает хорошо убираю только успевая что-то где-то примерзает но как 1 вот теперь сразу чищу вольер гай нравится тебе если рты у собак заняты значит каша вкусная надеюсь в полной мере ответил на ваши вопросы по кормлению собак но если что пишите в комментариях еще видео сниму если еще вопросы будут до новых встреч шумка скажи всем пока нифига пока все не сидят видали вот и все вопросы отпали миски будут до блеска а